здравствуйте уважаемые слушатели и подписчики продолжаю свою огромную и очень полезную серию для миллионов людей по методам лечения диабета естественно все эти методы будут народные я снял уже более 20 самых эффективных самых известных рецептов помощи диабетикам и для лечения диабета все эти рецепты я разместил в плейлист ссылочка на него появится в конце этого видео досмотрите данный сюжет до конца очень внимательно далее увидите большой квадрат нажмите на него вы сразу попадете в плейлист найдите там птичку или плюсик нажмите на нее и весь плейлист со всеми необходимыми рецептами уже будет сохранен у вас на канале не спеша их пересматривать и совместно с назначениями врача применяйте и различные народные рецепты чередуйте данные рецепты на постоянной основе постоянно контролируйте сахар крови постоянно слушайте свое самочувствие и те несколько два три пять шесть рецептов которые вам максимально помогают потом уже и используйте для себя в лечебных целях естественно многие рецепты необходимо применять курсами поэтому четко смотрите инструкцию каждому рецепту и выполняйте ее ну а сегодня у нас будет знаменитый рецепт профессора неумывакин есть важные нюансы к этому рецепту важные рекомендации если вы будете и их придерживаться то лечение перекисью водорода по неумывакину будет проходить еще эффективнее и так давайте начну с нюансов и рекомендаций перво-наперво перекись водорода она должна быть свежая если вдруг у вас перекись водорода постояла три месяца полгода она уже не годится по-любому чтобы удерживать вот это правильное состояние перекиси водорода туда по-любому будут добавлять различные стабилизаторы далее выбирайте перекись водорода с правильными стабилизаторами сейчас в интернет-магазинах некоторые аптеки могут изготовить правильную перекись водорода далее необходимо только трех процентная перекись водорода другая любая не подойдет именно аптечного производства далее если вы будете долгое время на постоянной основе употреблять во внутрь перекись водорода она должна быть стабилизирована правильным составом бензат натрия не подойдет все эти сказки что он безвредный оставьте для бабушек сейчас есть некоторые другие стабилизаторы менее опасны для долгого применения перекиси водорода и знайте что перекись водорода невозможно долго хранить без стабилизатора поэтому он обязательно там присутствует главное какой он и как он будет влиять на ваш организм как я и сказал сейчас есть новые методы стабилизации перекиси водорода один из них стабилизация перекиси водорода серной кислотой поэтому правило номер два найдите правильную перекись водорода трехпроцентно далее если вы долгое время будете курсами употреблять перекись водорода вам необходимо правильная вода какая вода волшебная какая вода лечебна какая вода правильная на первом месте стоит вода из целебного источника если в вашем регионе есть любой целебный источник где люди постоянно набирают круглосуточно воду вот такая вода самая целебная и она идеально подойдет для нашего раствора на втором месте в принципе идет талая вода если вас нет вашем регионе поблизости целебного источника значит берем хорошо очищенную обычную воду покупаем замораживаем ее и размораживаем получаем целебную талую воду не забудьте при размораживании а также при хранении талой воды мгновенно обернуть сосуд с этой водой пищевой фольгой тогда она реально сохранить свои волшебные целебные свойства далее что еще необходимо для лечения необходимо чистая пипетка мойки и ежедневно после процедуры и ложка обычно столовая ложка не забываем что перекись водорода должна храниться в темном месте вынимаем ее для процедуры с ящичка далее сразу же плотно и закрываем после процедуры и опять ставим в темное место в шкаф так как под действием света перекись водорода разлагается и так первый день набираем столовую ложку воды и капаем одну каплю перекиси водорода до еды выпиваем так делаем три раза в день далее второй день две капли три раза в день до еды на столовую ложку воды выпиваю и так двигаемся до десятого дня далее после десятого дня делаем перерыв перерыв 5 дней после пяти дней начинаем с десяти капель и так 10 дней по 10 капель три раза в день до еды пьем так можно беспрерывно сделать примерно я рекомендую 4-6 курсов потом делаем перерыв один месяц и потом все заново это будет самая правильная технология лечение перекисью водорода не забывайте консультируемся с врачом не забывайте смотрим на самочувствие не забывайте ежедневно при работе с перекисью водорода при диабете мерить сахар в крови если ваше самочувствие ухудшается если показатели не стабилизируются если вы чувствуете какую-то тревогу и другие негативные процессы от применения перекиси водорода значит вам такая технология при вашем диабете не подходит обратите на это внимание если вам нравятся мои рецепты для здоровья не забудьте меня поблагодарить написать комментарий а также поделиться этим роликом со своими друзьями они также хотят быть здоровыми до новых встреч на моем канале и встретимся еще